Преданное служение Родине, патриотическое воспитание молодежи и преемственность поколений были и остаются постулатами нашего государства. Администрация города Чебоксара уже четвертый год организует на территории Чебоксарского аэроклуба учебное сборо для школьников. В течение июня около 600 старшеклассников погрузятся в атмосферу военно-полевой жизни. Ружки как прошли? Отлично! Вступив в должность начальника Чебоксарского аэроклуба, в прошлом подполковник воздушно-десантных войск Вячеслав Антонов принял активное участие в организации первых лагерных сборов. Тогда осенью 30 старшеклассников прошли подготовку на дневном стационаре, то есть без ночевок. Затем дату проведения было решено перевести на лето, для того чтобы лагерные смены проводились в палаточном городке уже полноценно. С тех пор из года в год, несмотря на трудности, число школьников, желающих пройти первоначальную военную подготовку, растет. Вместе с тем растет и престиж профессии защитника Родины. Патриотизм – это не красивые слова. И наши мальчики, и юноши, вот вы сами видите, и девушки, очень патриотичны и активны. Ну и в первую очередь, конечно, хотят испытать, совершив парашютный прыжок с самолета Ан-2. Это им подспорье для того, чтобы действительно мальчики почувствовали себя мужчинами. Первый прыжок, он очень запоминающий, тем более, значит, у нас очень опытные инструктора парашютно-десантной службы. Ежегодные организаторы сборов стремятся разнообразить военную подготовку. В этом году в обязательную программу вошли элементы рукопашного боя. Впервые ребята посоревнуются в тактической игре с имитационными средствами. В учебной роте в первой смене 140 старшеклассников, более 20 курсантов – девушки. Я закончила 10 класс и уже стоит вопрос о выборе вуза. И, конечно же, есть в размышлениях такие вузы, как Вольский военный институт. Это первая военная подготовка, то есть некое представление об армии, то есть как жить именно в армейских условиях, в полевых условиях. Все-таки каждый мужчина должен пройти армию, но и в то же время девушка тоже может попробовать. Я для чего сюда хожу? Для того, чтобы подержать себя в форме, чтобы хорошо провести свое время, чтобы мне было чем заняться. И, конечно же, прыжок с парашютом – это моя мечта с 12 лет. Занятия будут проводить ветераны воздушно-десантных войск. Курсанты будут жить в палатках в соответствии с полевым распорядком дня, заступать в наряды, знакомиться со стрелковым оружием. В программу обучения вошли строевая, медицинская и тактическая подготовки. Участие в лагере добровольное и бесплатное. Питание четырехразовое. Качество водопроводной воды в лагере в норме. Дезактивация от грызунов, клещей и комаров проведена так, что родителям волноваться за курсантов не стоит, считают организаторы.